Как события на Ближнем Востоке влияют на войну в Украине. И хотел я обсудить именно с вами, Виталий, поскольку буквально миновал праздник Нового года, он сегодня продолжается, Рошашана. Можно предположить, я не знаю, мне не докладывают из руководства военно-политического из Израиля, возможно, что оттяжка с ответом Ирана может быть связана с праздниками, хотя дело такое, война на праздниках-то и пауз всякого рода и выходных не терпит. Но, тем не менее, я бы хотел этот вопрос обсудить, и очень остро стоит вопрос, действительно, насколько здесь прослеживается и энергетическая, и, если хотите, политическая, и всякая другая связь между этими двумя театрами военных действий – на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. Потому что для некоторых это неочевидная вещь, причем разные интерпретации, что как бы отвлекает внимание на Ближнем Востоке американцев, которые основные спонсоры – союзники Украины, и тем самым это невыгодно Украине. С другой стороны, наоборот, очевидно, что разрушение возможных военных объектов, производственных объектов в Иране повлияет, собственно, на поставки вооружений и боеприпасов из Ирана в Москве, что, значит, будет впрямую влиять на уменьшение числа обстрелов и убийств украинцев. Но есть и другие аспекты, более масштабные. Давайте это все как раз в Италии обсудим. На ваш личный взгляд, вообще удар будет ответный со стороны Израиля в адрес Тегерана, или опять в очередной раз, как это было весной, все-таки Израиль воздержится под воздействием Соединенных Штатов? Вот что вы думаете? Я думаю, что какой-то удар должен быть, но опять-таки, мне кажется, что сейчас, например, министра Израиля Бенемина Никнаевна, есть некое окно возможностей. До 5 ноября 2024 года, до президентских выборов Соединенных Штатов, он понимает, что обе политические силы, которые сейчас борются за Белый дом, они не будут жестко выступать против Израиля, что бы Израиль не сделал. Потому что это таким образом уменьшает их электоральный капитал. И вот даже после ликвидации Хасана на страны, когда и президент Джозеф Байден, и вице-президент Хак Камала Харрис поддержали эту акцию, напомнили, что на руках Хасана на страны кровь американцев, республиканцы обвинили их в том, что они недостаточно поддерживают Израиль, что вот они сдерживают Израиль. Это, кстати, цитата из заявления спикера Палаты представителей Майка Джонса. Это понятно, что сейчас, если Нетаньяху действительно хочет удар именно по Ирану, то у него есть такие возможности после января 2025 года, у него возможности будет гораздо меньше, потому что ему нужно будет согласовывать так или иначе свои действия уже с той американской администрацией, которая может иметь свое видение решения Ближневосточного кризиса. Это видение, опять-таки, как и у всех предыдущих администраций, может окончиться ничем. Но, тем не менее, учитывая это видение, необходимо будет согласовывать израильские шаги. Я бы даже сказал, что не с января, а с ноября, потому что избранный президент Соединенных Штатов любой тоже будет активно этим интересоваться. Поэтому вот если что-то произойдет, оно произойдет в ближайшие недели. Если оно в ближайшие недели не произойдет, то, скорее всего, мы будем говорить о переносе неких событий на будущее. Хотя я и так считаю, что по Ирану нанесен достаточно серьезный удар, потому что обе его прокси-армии, и Хизбалла, и Хамас, они достаточно серьезно, я бы сказал, ослаблены в результате израильских действий. И так, как они, конечно, не ожидали. Не ожидали все-таки. Нет, конечно. Ну, послушайте, но если... Все прекрасно понимали, что Израиль там будет в Газе уничтожать боевиков, охотятся за Яки Синваром, за другими лидерами военного крыла Хамас. Но вот что будет уничтожен, глава политбюро Хамас, его политического руководства, Исмаил Хани, этого, конечно, могли в Хамас не ожидать. Кстати говоря, вы же понимаете, что на самом деле сейчас политического руководства у Хамас нет. То, что главой политбюро Хамаса избран Яки Синвар, который там сидит в туннеле, это означает только одно, что ни один из реальных членов политбюро Хамас, которые находятся за рубежом, не хочет на себя принимать этой должности, чтобы не оказаться следующей жертвой Израиля. Разумеется. И они избрали главой организации человека, которому нечего терять. И который не находится за рубежом. И которого убьют в любом случае, если найдут. Вот и все. То же самое и с Хизбаллой. Очевидно, что никто не ожидал, что Израиль уничтожит Хасана Насралу, потому что за эти десятилетия он мог его сделать смертным в любой момент. Было много возможностей за эти 30 с лишним лет, которые Насралла возглавляет Хизбаллу. Но считалось, что есть некий пакт о ненападении. Хизбалла осторожно в своих действиях против Израиля. Израиль борется с представителями ее военного руководства, а политического лидера, генерального секретаря, оставляет, так сказать, живым и невредимым. И именно это дало Насрале возможность стать фактическим руководителем Ливана. Ведь на самом деле главой Ливана был все это время Хасан Насрала. Ну да. И в Ливане нет формального президента уже 600 дней. В Ливане есть временное правительство, которое не имеет реальных полномочий по управлению страной уже достаточно долгое время из-за отсутствия президентской институции. В Ливане армия, которая уступает по своей силе, армия Хизбаллы. И Хасан Насрала играл в Ливане ту же самую роль, которую от Аллаха Мини играет в Иране. Вот это надо четко объяснить. Именно сейчас после его ликвидации в Ливане вновь говорят о том, что, может быть, нужно избрать президента, может, нужно договориться политическим силам. И чем меньше боевиков Хасбаллы останется в живых, тем больше у Ливана есть возможность вернуться к своему государственному статусу, а не быть страной, находящейся в заложниках у просто сумасшедшей банды, выполняющей прихоти сумасшедшего старика в Тегеране. Вот в чем еще фокус момента. Но, как видим, в Израиле решили, что после 7 октября, особенно после того, как Хасбалла стала активно готовиться к собственному вторжению в Израиль, можно больше не играться в эти игры и поставить точку на деятельности господина Насролы и его иранских советников, кстати, находившихся с ним в этом бункере, потому что вместе с Насролой, как известно, погиб ближайший военный советник Айталы Хамени. И Айтала Хамени совершенно правильно делает, что сидит где-то в защищенном месте и дрожит, потому что если можно уничтожить ливанского Насролу, так сказать, ливанского Хамени, то почему нельзя уничтожить Айталу без какого-либо реального государственного статуса? Не президента страны, как говорится. Но явно, что Израиль этого делать не будет, хотя опять-таки вопрос, а если, допустим, гибнет Айтала Хамени, ну что, Иран отвечает в следующий ракетный атак, это уже были две ракетные атаки, что и может еще сделать Иран? А если предположить, что у Ирана есть все-таки одна боеголовка, атомная бомба есть? Атомная бомба есть у Израиля, одна боеголовка, по идее, может быть более точно, чем у Ирана, так что это такое дело. Ну, то есть, тут есть масса вопросов, как говорится, что может произойти дальше. Что касается вашего вопроса о том, что эти войны не объединяют, то я вам должен сказать, что для меня это вопрос вообще многолетнего опыта. Я очень хорошо помню, как я общался со своими израильскими коллегами, с дипломатами тоже израильскими, политиками, в то время, когда Израиль уже вошел в такой конкретный клинч с Ираном, и вообще важной частью политики было объяснить другим странам, насколько Иран опасен. И я тогда говорил, это уже было после 2014 года. Вы поймите, Украина сосредоточена на своих проблемах. Иран, безусловно, для вас важен, но для нее важна Россия, которая оккупировала Крым, ведет войну на Донбассе, угрожает нашему суверенитету. Вы должны объединить эти темы. Вы должны показать, что Иран это союзник России, что Иран угрожает Украине. И мне, мои израильские собеседники, говорили, нет, мы хотим быть в хороших отношениях с Россией. Мы не должны сейчас, надеюсь, поймите, Россия наш сосед, она гарант наших возможностей в Сирии. Мы ни в коем случае не должны связывать Иран с Россией. Нет, нет, нет. А мои украинские собеседники говорили, слушай, студенты, которые у нас учатся. Это нам совершенно не нужно. У нас есть враг, Россия. А Иран тут при чем? Ну, Иран это такая сложная страна, это понятно, но нам нужно поддерживать с ней отношения к счастью глобального юга. У нее свои интересы. Ну, вот это вот все было вот так. Потом, когда в феврале 2022 года Россия напала на Украину, я говорил опять-таки своим израильским друзьям, поймите, это вообще-то самая настоящая подготовка к войне на Ближнем Востоке. Эти иранские шахеды, которые появились на наших улицах, это четкая проверка иранского оружия перед нападением на вас. Если они будут еще и России давать ракеты, это будет означать, что они пробуют, как эти ракеты будут бить по Тель-Авиву. Если они не будут вообще давать ракеты, это еще более тревожно. Это значит, что они накапливают арсенал перед бомбежками Израиля. Это ровно вот такая история. Я даже написал статью на переведенную на Еврид, где говорил, что, послушайте, если будет продолжаться война в Украине вот таким вот образом, мы увидим и разбомбленную Кириадшману, и сожженную Митулу. Я вам просто вот конкретно цитирую название городов, которое я в этой статье упоминал в 2022 году, через несколько месяцев после начала российско-украинской войны. Мне все говорили, это не так. Это не наша война. Иран просто помогает России, потому что они там враги Соединенных Штатов. Это не имеет к Израилю, к Ближнему Востоку никакого отношения. Говорили мне в Израиле. Ну, произошло то, что я и думал, как говорится. Я думал в других формах, я вам честно скажу. Я считал, что главный удар будет нанесен Хизбалу из Леван, а не Хамасом из сектора Газа. Потому что я считал, что Хизбалу больше сил, ее запустят первой. Ну, опять-таки, тут же вопрос не направления, как вы понимаете, а сути. Вот поэтому я, кстати, говорил о Митуле, а не о кибуцах Севера, потому что мне эта мысль не пришла в голову. Это вот я вам точно скажу. А вот то, что Север под страшной угрозой, это для меня было совершенно очевидно. Оказалось, что Россия никакой не гарант, правда, безопасности Израиля? Абсолютно. Это даже... Да. То есть, что вообще-то наоборот, я бы сказал, что она заинтересована во всем. Скорее, очень заинтересована, потому что после событий 7 октября наблюдатели, те, кто в теме, они говорили, что нападение Хамас не могло состояться хотя бы даже при молчаливом согласии Москвы. Нет, но они же продолжали контакты с Хамасом даже после этого нападения. В Москву приезжали представители руководства Хамас и в Пекин, между прочим. И руководство Китайской Народной Республики встречалось с делегацией Хамас ровно в тот самый день, когда в Пекине был Энтони Блинкетт. Да-да-да, именно так. Это же все демонстративные шаги абсолютно. Вот, и я, в принципе, вот продолжаю считать, что есть инерция глобализации конфликта и что если все это будет продолжаться, то оно, конечно, будет приводить к еще более тяжелым последствиям. Вот вы говорили, когда вы начинали этот эфир, вы говорили о 953-м дне войны в Украине. Да. И это достаточно серьезная цифра, она уже приближается к тысяче дней, понятно, что будет и тысяча дней, но я вам хотел бы напомнить, что сегодня 363-й день войны на Ближнем Востоке. 363-й день. И когда эта война начиналась, многие наблюдатели сокрушенно говорили, ой, это уже другая война, она за несколько дней не окончится, она будет несколько недель или даже месяцев. самые пессимистичные говорили, это будет продолжаться до Нового Года. А я пытался тогда объяснить, что этому нет конца, что это совершенно другая природа нынешних конфликтов, что поскольку есть цели, которые перед собой ставят стороны, они нереализуемы за несколько дней или месяцев, то это будет совсем другая война, которую Израиль еще не знал, как и война в Украине, это война, которую Россия еще не знала, если хотите. И я уже не говорю об Украине как таковой, но Россия вела до этого войны. В Грузии вела войну, в Чечне вела войны, и это все равно были совершенно другого характера войны, потому что если у обеих сторон есть цели тотального характера, то есть, допустим, для России уничтожение украинской государственности при соединении Украины к России или там превращение ее собственной сферы влияния, для Украины освобождение своих территорий выход на границу 1991 года, и евроатлантической интеграции и гарантии безопасности. Поскольку эти две цели не совместимы, политического решения российско-украинской войны как не было, так нет, так и не будет в ближайшие годы. Не надо даже рассчитывать на то, что это решение может быть найдено без кардинальных шагов со стороны Запада. Если мы говорим могут ли быть кардинальные шаги, да, гарантия безопасности НАТО это может окончить войну гораздо раньше. Не будет кардинальных шагов. Забудьте слово мир в этой части Европы. Вообще забудьте, не будет его. То же самое касается и Ближнего Востока. У Израиля есть четкая задача уничтожить Хамас, у которого огромная социальная база. Это известно. Теперь появилась задача уничтожить Хизбалу, у которой тоже немаленькая социальная база. Вы видели, как они все рыдали, ливанские шииты по поводу смерти Насралы, а все остальное население Ливана, христиане, друзы, мусульмане, сунниты, они по большому счету заложники всей этой кампании, причем заложники не с сегодняшнего. Заложники с того времени, когда Франция присобачила к Ливану этот кусок Сирии, где было шиитское население. Но это отдельная история, не будем сейчас в нее углубляться. В любом случае, это вот такая вот ситуация заложничества. Это непросто делать, причем у Израиля же есть еще и сверхцель. Это ограничить иранское влияние в регионе, вытаркнуть оттуда Иран. А теперь посмотрим, какие цели у Ирана, Хизбаллы и Хамас. У них цель уничтожить Израиль. Если бы мы говорили, ой, вы знаете, у Хамаса цель это создание палестинского государства, самодостаточного. Вот, давайте еще раз поговорим о палестинском государстве. Как сейчас принц Фейсал, когда был в Вашингтоне на сессии генеральный ассамблеон, стал в очередной с коалицией для двух государств создавать. Хамас абсолютно плевать на палестинское государство, как и всем его сторонникам. Хамасу нужно, чтобы еврейского государства не было. Если не будет еврейского государства, то Хамас может к любому другому арабскому государству присоединиться, хоть к Египту, хоть к Иорданию. Им не нужно государство. Им нужно, чтобы не было другого государства. Поэтому, опять-таки, та же самая цель у Ирана, они четко говорят, вот это сказал Масуд Пизашкиян, президент Ирана, умеренный политик, что нам нужно уничтожить еврейскую оккупацию сказал-сказал. Цели не изменились, не изменились. Та же самая цель у Хизбаллы, потому что Хизбалла это просто наемники Ирана. Это люди, которые живут в своей стране, но они агенты Ирана, они не ливанцы. Это просто иранские наемники. Точно так же, как какие-нибудь там бандиты из ДНР, ЛНР, у которых там, очевидно, были и есть, может быть, уже нет, украинские паспорта в 2014 году. Это обыкновенные наемники России. Совершенно неважно, они украинские граждане, они этнические украинцы. Но это наемники России, они никакого отношения к Украине не имеют, они хотят ее ликвидации. Точно так же Хизбалла в Ливане. Эти люди с ливанскими паспортами хотят, чтобы Ливан просто был куском Ирана, условно говоря, политически. Ну да. И лучше, чтобы там не было никакого христианского населения, просто не знают, как его вырезать, так, чтобы этого не было, так сказать, заметно. В общем, короче говоря, простая ситуация. Как договориться здесь? О чем? Если бы можно было договориться о двух государствах, можно было бы договориться. Если бы можно было бы договориться, что Украина является демократическим государством, членом Европейского Союза, а вот Россию в самом деле волнует НАТО, или Крым ее хотя бы волнует. Я себе представляю какой-то предмет для договоренности. Но России-то плевать на Крым, плевать на НАТО. Ей нужно, чтобы Украины не было. Это основная политическая цель, которая в России существует. Кстати, с 24 августа 1991 года Украина временное образование. Мы ей позволим существовать, пока позволим. В крайнем случае, самая либеральная оценка, которую когда-то Анатолий Собчак высказал в 1991 году, и которую повторил Путин в 2014 году, и которую они мне оба излагали в 1992 году, чтобы Украина, так сказать, убиралась без большевистских подарков. А под большевистскими подарками они имеют в виду всю территорию до... Ну, разумеется, да. Днепра. В лучшем случае, я не знаю, может, они Киев тоже считают большевистскими подарками, я сейчас не хочу думать, но Собчак имел в виду вот именно те области, которые Путин перечислил в своей крымской речи. Это вот... Собчак много раз лично декларировал, много-много раз. Я даже укладывал видео, где он это артикулирует несколько раз буквально о том, Анатолий Александрович? Да. Да-да-да. Но я же, он мне это и сам говорил. Он мне карту показывал, чертил чуть ли не карандашиком на моем глазах. Он был убежденный типон, который собирался именно расчленять Украину. Вот это важно подчеркнуть. Да, конечно, всегда. И то, что он там сиюминутно конъюнктуры искал понравиться населению после всех своих закидонов в Санкт-Петербурге. Он это делал... Нет, он был убежденный русский шовинист, и он подбирал себе людей. Вот все эти люди, которые были им воспитаны... Вы не знаете, это были мальчики по-большому. Ну, кто-то мальчик, кто-то просто молодой человек без политического опыта. Кто-то, значит, пустой, как сосуд. Вот Путин был пустым, и как этот, как деревянный сосуд какой-то, или глиняный, неважно там какой. Как это... Из чего делал этот, господи, этого Франкенштейна или Галема, этот раввин в Праге? Из глины. Глиняный, да. Ну, да. Ну, вот Собчак, это был такой раввин, который вот слепил кошмар. Дима Медведев был просто глупый мальчик. Ну, дурак, да. А Анатолий Собчак, Чубайс, был просто умный, экономически подкованный мальчик без всякого понимания политики. Вот он их всех воспитал. И все эти идеи свои, потому что он был... Я не знаю, вы видели, знали Собчака. Шапош несколько раз с ним общался в 90-м, и чуть позже на фракции «Выбор России» он приезжал к нам. Ну, он был... Самое обратительное впечатление. Самое... Он был отвратительный человек сам по себе, вот по виду. Я, опять-таки, это трудно объяснить, потому что люди, которые его видели по телевизору, они всегда проникались в его харизмой. Но в личном общении он был совершенно жуткий. Абсолютно. Просто неприятный, отталкивающий тип. Но он был очень умный. Интеллектуально, очень сильный и лично. Вне всякого сомнения. И вот он... А эти люди все были вот... Он таких находил. И он им все это объяснил. И они каждый для себя это как-то препарировали. Чубайс говорил о либеральной империи. Помните? Конечно. Медведев говорит просто прямо, у него просто программа вот этого возрождения Российской империи или Советского Союза военным путем. Это все оттуда. А Путин, он, как это свойственно человеку все-таки с чекистской выучкой, он маневрирует. То Крым, то Новороссия, то Украины нет, то Украина есть, то украинского языка нет, то того, что он есть, украинцы не перестают быть русским. У него разные маневры. Ну, то есть, ну, это все равно та же самая программа. Ну, то есть, источником ее, поскольку это идеологически люди пустые, что Путин, что Медведев, что Чубайс, это абсолютно идеологически пустые люди. То есть, вы считаете, он им внушил вот это представление и понимание каждому по-своему, одному либеральное, одному шовинистическое, другое имперское, внушил понимание и представление о бывшей евразийской этой единой сущности. Вы считаете, что это от него пошло? Совершенно верно. Но я думаю, что это же вообще Собчак тоже, это не сам все придумал, как вы понимаете. Ну, он был декан юридичным, у него были преподаватели по теории и так далее. То есть, он мог советскую теорию, да, значит, ну, есть теории государственного права, там есть разные дисциплины, то есть, они могли это все препарировать через представление о праве, о естественном праве, в смысле, о государственном праве. Когда все эти люди формировались, вообще было очень модно все эти имперские закидоны, романы Пикуля, вот все это. Еще бы, еще бы. Это был такой период, это был период молодости, зрелости Собчака и юности всех этих людей. Ну и это все упало на благодатную почву. Ну и, кстати говоря, если мы сравним это с ситуацией на Ближнем Востоке, то опять, когда росли все эти люди, вот которые сейчас борются с Израилем, то это тоже был период, когда все это упало на благодатную почву, это был период исламской революции в Иране. Потому что до этого момента они не очень могли понять, как они будут действовать в случае, если арабский мир примирится с Израилем. Субтитры сделал DimaTorzok